Зал полон почитателей. На сцене близкие, друзья и коллеги. Среди них и Энвер Измайлов, гитарист-виртуоз. Как и все, гитарист с мировым именем начинал играть на инструменте в классическом стиле. Об этом, правда, почти ничего уже и не помнит. Стремление экспериментировать с техниками взяло верх уже в юношестве. Нельзя просто мясо готовить. Надо же думать, как его приготовить. По-разному, там, разные способы. Так же в музыке. В принципе, в музыке она и есть духовная пища. Многие десятилетия Энвер Измайлов пользуется техникой тэппинг или паук, как выражается сам маэстро. Бег его пальцев по грифу шестиструнной завораживает. Создается впечатление, будто не гитарист извлекает звуки. Словно руками виртуоза движет некое проведение. С оркестром и соло. На торжественном концерте мастер тэппинга исполнил собственные композиции в аранжировке юбиляра. Чистота и уникальность звука, как символ уважения и любви к старому другу. Сколько я хочу сказать, наверное, пяти концертов не хватит. Энвер Измайлов и Резаби Киров дружат с 70-х годов прошлого века. Были участниками одного музыкального коллектива. Лишь за 86-й они выпустили две пластинки, которые разошлись по всему миру огромным тиражом. Это очень великий музыкант. Это великий человек большой души. И хороший мой друг. Да я его очень уважаю и ценю. И я очень рад, что он сегодня в этом концерте. Удивлению собравшихся не было предела, когда в завершении концерта Энвер Измайлов объединил игру на гитаре с барабанными ритмами. Кажется, гению этого человека нет предела. Всем поклонникам качественной музыки телеканал Первый Крымский делает небывалый подарок. Теперь в наших эфирах вы сможете намного чаще видеть Энвера и Измайлова. А хотите узнать подробности? Следите за нашими эфирами. Стефан Филатов, Владислав Кравцов. Утро нового дня.